На портал Агазекет поступил вопрос, способна ли тюрьма преобразить человека в лучшую сторону. Ну, я это знаю не понаслышке, потому что я 17 лет был тюремным священником. Да, способна, если человек к этому готов. Человек на это откликается, как болезнь тяжелая. Один человек ослабляется, а другой человек, наоборот, становится верующим. Так и тюрьма. Один человек от нее ослабляется, утверждается во зле, а другой человек, кстати, это может быть не обязательно первый раз он попал в тюрьму, это может быть и какой-то там цатый раз. В какой-то момент он Бог услышал и пошел к Богу. Даже если ты такой рецидивист с 20-летним что-то стажем. Но особенно, конечно, тюрьма очень сильно действует на людей, которые первый раз попали. Вот они, у них такие бывают исповеди, я помню. Средственно, вот человек всю жизнь свою переосмыслил. Я говорю, что все так. Нет, конечно, к сожалению, так. Но есть достаточно много людей, которые вот именно этим всю жизнь перемослил. Почему он попал в тюрьму? Он, естественно, воспринимал это как наказание Божие за грехи. И некоторые, которые уже по училищам большие срока и даже не надеются выйти живыми из тюрьмы, в силу уже возраста. То есть возраст большой, а срок большой. Вот они все равно даже вот в этой ситуации, когда человеку кажется, вот ему только всех ругаться и плеваться. Вот он в этой ситуации вдруг, да, я не выйду, но я понимаю, что я всю жизнь жил не так. И вот только вот эта ситуация, то есть посадка за объективные какие-то уголовные преступления, за что-то там, какие-то убеждения, а именно за уголовные преступления. Мне раскрыли глаза, что а чем я в жизни занимался? Это же кошмар. Человек нравственно возрождается. Нравственно возрождается. Даже некоторые говорят, да я раньше вообще не жил. Я только в тюрьме начал жить нормально, внутренне. Жизнь новая началась, светлая. Вот как ни странно. А вот человек осознал, что такое дружба, что такое семья, что такое любовь. Ну, к сожалению, мы такие так устроены, что основные люди такие успешные по жизни, что вот пока что-то такое не случится, мы не задумываемся просто. Нас несет, и вроде бы несет туда, куда надо, а на самом деле нас несет неизвестно что и неизвестно куда. Когда вдруг нас занесло в тюрьму, мы вдруг понимаем, да, что-то не то, чем думать, и тут наш совесть начинает работать. И говорит нам, брат, ты получил по заслугам. Но это не конец. Даже не начало конца, это начало возрождения. Я знаю людей, которые после тюрьмы, делав вот такие выводы из себя, перелопатив, переработав, прищеквере, и выйдя из тюрьмы, стали же вести новую жизнь. Завели семью, если ее не было, или там семьей были уже, если она была, уже на новых, совершенно других основаниях, на нравственных. Вот, поэтому, да, тюрьма, как вообще вся наша жизнь, все наши скорби, которые в жизни не бывают, они могут человека преобразить в лучшую сторону, но все, как всегда, зависит от самого человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok